Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Горячая пора. В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых. Уголовные, административные и штрафы ГАИ. Судебные исполнители навестили должников. Бесценный опыт и первый заработок на каникулах. Покажем, как трудятся студенческие отряды. Очередной сенсационный артефакт. Какие тайны скрывают история? И что еще зарыто в землях города на березине? Фантазии из глины. В Вербках проходит международный пленэр по керамике «Арт Жижель». Хлеб всему голова. Именно поэтому в Бобруйском районе организовали старинный земледельческий обряд, посвященный началу жатвы. Праздник зажилки прошел на поле филиала «Пищевик Агро». Под звуки белорусской дуды. Артисты районного центра культуры повторили ритуал 19 века. Жницы в красочных национальных костюмах срезали серпами золотистые пшеничные колосья. Затем уже готовый связанный с НОП вручили первому заместителю и председателю Бобруйского райисполкома Дмитрию Безручкину. Хозяин подкинул его вверх три раза. По традиции это делается для богатого урожая и большого каравая. Уборочная кампания в Бобруйском районе сегодня в самом разгаре. В горячую пору аграриям нашего региона предстоит собрать урожай на площади более 14 тысяч гектаров. Как идет страда и зачем на полях и мехдворах правоохранители? Расскажем прямо сейчас. Уборка урожая – один из самых важных этапов сельхозработы. Из-за непогоды жатва запаздывает, поэтому задача хлеборобов – оптимизировать все ресурсы, чтобы завершить работы вовремя и без потерь. Каждый механизатор следит за закрепленной техникой самостоятельно. Все для того, чтобы не простаивать и трудиться безопасно. С утра проходим, обслуживаем его полностью, промазываем, проглеживаем. Ну и все, заправляемся. И поехали на работу. Настройки, все это, тут все компьютер настраивано. Каждую культуру, какую мне надо ехать убирать, я приехал на поле, я компьютер нажал, и он мне восстановил еще полностью. Еще настройку. Облегчает работу? Да, да, да. За ходом уборочной и заготовительной кампании следят и правоохранители. Создана рабочая группа, в составе которой сотрудники БЭП, охраны правопорядка и профилактики ИГАИ. Круг проверки агропромышленного комплекса широкий. От выявления фактов бесхозяйственности до контроля дисциплины. Мы смотрим, во-первых, фактическое наличие техники, сверяем с данными бухгалтерского учета. Параллельно мы смотрим техническое состояние, работы ремонтные, которые проводятся, сроки, с которого техника находится на ремонте и сроки восстановления. Со стороны ГАИ внимание исправности тракторов и комбайнов, техосмотра, также наличие соответствующих категорий на управление транспортными средствами и, конечно же, контроль за физическим состоянием водителей. Та техника, которая задействуется именно в этих работах по уборке урожая, достаточно в неплохом состоянии находится. Имеются рабочие моменты в каждом хозяйстве, где мы были. В основном это неисправность световых приборов кое-где есть. Имеются транспортные средства, которые эксплуатируются без технического осмотра. В момент нашего визита в район в фокусе проверок СПК «Гигант». Он, к слову, входит в число лучших хозяйств республики. Сейчас для сельхозпредприятия наступила горячая во всех смыслах пора. Одна значимая компания сменяет другую, и времени на передышки у землевладельцев нет. Заготовка кормов, жатва и вспашка на перспективу. На балансе производственного кооператива больше 60 единиц техники. И какая бы она ни была, новая или старая, не отремонтируешь, не поедешь. Ремонт зерноуборочных комбайнов начинается у нас с того, что мы сразу не ремонтируем, не лезем, допустим, разбирать какой-то узел, менять. Мы сразу его выгоняем, запускаем. Потом полностью механизмы, чтобы все работали, а потом уже начинаем смотреть, где что слабое место в этой технике. И тогда только приступаем к ремонту. Хозяйство завершило уборку озимого рапса и стало лидером по урожайности этой культуры в районе. 30 сантиметров с гектара. В планах по максимуму выжить со злаковых. У нас 200 гектаров тротикали, 600 пшеницы, 400 ячменя и 50 гороха бобовых. Вот это мы думаем в кратчайшие сроки, это убрать и это не потерять ничего. Конечно, погода внесла коррективы, засуха. Ну, я думаю, что 45, под этот мы должны взять урожай. Валентин Тарасевич два года подряд был в числе лидеров жатвы. В этом году он не загадывает, подводит погода и добавляет, успех уборочный зависит от каждого механизатора и водителя. Что большая семья, что маленькая семья. В большой семье пришли, сделали, пошли. А маленькая ты один, когда ты что сделаешь? Большие площади и современная техника, уверены в хозяйстве, поможет выйти на нужный результат, а значит и первые тысячники. Уже не за горами. Елена Кутозова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Закон об амнистии принят на свободу, выдат около 2000 человек. За подбор путевки в белорусских турфирмах будут брать плату и безопасные стандарты. С 1 августа вводятся новые требования для обеспечения безбарьерной среды. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. В Беларуси принят закон об амнистии. Накануне его подписал президент. Около 2000 человек освободят из мест лишения свободы. В целом амнистия коснется порядка 6000 заключенных. Она предусматривает освобождение от всех видов наказания лиц, совершивших нетяжкие преступления. Это касается граждан, которые относятся к льготной категории. Среди них несовершеннолетние, беременные, инвалиды, онкобольные, ВИЧ-инфицированные и некоторые другие. Амнистия не затронет коррупционеров, насильников и наркодилеров. Принятие закона не предполагает ухудшение криминогенной обстановки. Она коснется, как правило, граждан, не представляющих большой общественной опасности. Ассортиментный перечень товаров, наличие которых обязательно в торговых объектах, скорректирован. Для крупных магазинов площадью от 200 квадратных метров изменения практически незаметны. Для них список дополнен минеральной питьевой водой в стеклянной таре. Уменьшено количество наименований свежих яблок, а также подправлены периоды сезонности по плодовощной продукции. А вот киоскам и магазинам на заправках, с учетом их небольших масштабов, работать станет существенно проще. Количество разновидностей товаров уменьшится по 30 позициям. А27 наименований вообще из перечня обязательных исключено. В Беларуси с 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды. Они содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, которые обеспечивают безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями. Так, для незрячих разместят предупреждающие и направляющие тактильные указатели у пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов и эскалаторов. Также предусмотрено повысить доступность лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, утверждены методы испытаний и требований к ортопедическим приспособлениям для ходьбы, креслам, коляскам, к их системам крепления, протезам, ходункам и тростям. Минздрав Беларуси проводит работу по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств. В связи с этим специалисты страны проводят анализ цен препаратов, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом. На странице ведомства в Facebook призывают участвовать в обсуждениях и присылать достоверную информацию и фоточека с указанием страны и города о лекарствах, приобретенных за пределами республики, стоимость которых отличается от стоимости аналогичных лекарственных средств в Беларуси. Напомню, Владимир Караник сразу же после вступления на должность министра здравоохранения начал говорить о проблеме завышенной стоимости лекарств и их недоступности для некоторых категорий граждан. За подбор туров белорусских турфирмах будут брать плату. Инициатива поддержана сообществом турагентств в Беларуси. Она уже вступила в силу. Такое решение приняли по нескольким причинам. Большинство покупателей приходят на консультацию по путевкам к профессиональным менеджерам в одно агентство, а покупают их уже в другом. Также это и необоснованные скидки, которые некоторые турфирмы раздают клиентам. Но если покупатель приобретет тур, эта сумма будет включена в стоимость. Не возьмут деньги из тех, кто лично придет в офис. К слову, такое нововведение не коснется постоянных клиентов. Неисправимы. В бобруйской жизни в долг становится все популярнее. Вот только берут кредиты отнюдь не для улучшения материального положения, а по воле случая. И гасить, судя по всему, не собираются. Нарушители закона употребляют спиртное, а не соблюдают общечеловеческие нормы морали и законы страны. Они копят долги и расплачиваются имуществом. Последнее изымает суд. О жизни других бобручан. Ангелина Дикон. В 18.00 Назаровка. Антуражный двор и не менее впечатляющая картина в доме. Битая посуда здесь хранится на полу на счастье. В помещении, которое сложно назвать кухней, уставший от безудержного веселья гость. Запах – отдельная тема. В соседней комнате отдыхает хозяйка жилища – 42-летняя Люба. Сложно подняться с лежанки и ее родственнику. Общение со съемочной группой и судебным исполнителям каждому дается с трудом. Олег, давно вы телефон приобретали? Компанию не смущают правоохранители. Появление судебного исполнителя – тоже норма. У хозяйки с мужем на двоих солидный долг перед государством – 2 тысячи белорусских рублей. Это штрафы за отсутствие фликера, за появление в нетрезвом виде в общественном месте и еще целый список подобных правонарушений. Платить не думают. Не до этого. А значит, в ход идут самые жесткие меры. Сейчас мы описываем имущество, принадлежащее должнику, которое ко мне по повесткам не является. И неоднократно по адресу я здесь была. Но на сегодняшний день мы обнаружили здесь имущество, которое можно описать. Оценка имущественного состояния – единственное, что могут сделать судебные исполнители в подобной ситуации. Правда, чаще всего описывать нечего, как в случае по этому адресу. 55-летняя Светлана, кажется, предпочитает минимализм во всем, кроме градусов в стакане. Больше 30 лет она живет в свое удовольствие. «Алкоголем трубы забиваю». «Что пьете?» «Пятиловый». «А откуда берете?» «Отовсюду». «Легко взять на точках или приносит кто-то?» «Ну, прямо смотрю, чтобы не принесли. Смотрю, чтобы не разогналось и не принесли». «Так покупать же его надо, нет?» «Конечно покупать». «Так а за что покупаете, если вы не работаете?» Светлана с 2014 года задолжала 743 рубля. Все это копеечные штрафы, но в огромном количестве. Правда, сама не переживает. В тюрьму она не попадет, а ЛТП ее не пугает. Взыскать деньги почти нереально. Она через пару лет получает пенсию. Ей будет оформлена. Если она до нее доживет, не знаю, с таким образом жизни, есть вероятность того, что можно будет удержать из пенсии. Поскольку это один из видов дохода. В списке судоисполнителя десятки адресов только Назаровки. По городу таких еще больше и практически по каждому. Если удается застать должника на месте, обстановка в доме примерно одинакова. Собственно, как и образ жизни. Вот только признаться в проблемах готовы не все. «Почему вы сегодня выпили?» «Я не выпиваю вообще». «Не пьете?» «Нет». «А чем занимаетесь?» «Работаю». «Ну, а сегодня у вас выходу?» «Крыши, ну, завтра ехать на работу». После многочасового обхода по повестке каждый обязан явиться к исполнителю. Оплатить штрафы и забрать имущество, которое было изъято в счет погашения части долга. В случае с 42-летней Любой – это телефон и телевизор. Правда, в намеченный день женщина снова не пришла. Ее вещи будут проданы. Ангелина Дикун, Максим Галеонко. Итоги недели. А вот разница между праздной жизнью и осознанной. Отдых с трудом. С каждым годом все больше молодежи выбирает не поздний подъем с кровати, а возможность приобрести новые навыки и неплохо подзаработать. На время каникул в студотряда Беларуси распределены почти 5000 человек. Парни и девушки работают не только на знаковых и исторических объектах, но также занимаются благоустройством и наведением порядка. Горячая пора наступила и для студенческих отрядов Бобруйска. Будущие инженеры, врачи, слесарь и кондитеры пополнили ряды нынешних специалистов. Так сказать, сменили теорию на практику. Пока одни учащиеся уже тратят свою первую зарплату, другие только приступают к работе. В этом году провести лето с пользой в нашем городе решили 350 ребят. Как проходят каникулы с выгодой? Мария Бересневич. 18-летняя Таня Овсяникова – будущая медсестра. На каникулах учащаяся медицинского колледжа не поехала в родной Рогачев. Девушка решила освоить азы профессии не в теории, а на практике. Почему бы и нет? Ведь за желание быть лучшей в своем деле поощряют деньгами. И пусть здесь нет прямого контакта с пациентами, зато какой опыт. Поработать бок о бок со специалистами родильного дома. Я не лечила в детстве игрушки. Просто, да, я как-то начала смотреть сериал, начала втягиваться. Мне понравилось, я решила действительно поступить. Попала в очень хороший коллектив, добрый, все хорошо относятся друг к другу. Мне очень нравится. Работает Татьяна в оперблоке с 8 до 16 5 дней в неделю. Подготавливает биксы, помогает санитаркам во время операции, выносит медотходы и делает генеральную уборку. Во всем старается, ведь после получения диплома распределиться хочет именно сюда. Кстати, медперсонал будущим специалистам доволен. Очень довольна ее работой, потому что работа медсестры очень такая сложная и интересная. У нас в оперблоке она выполняет почти основную работу санитарок. Девочки, конечно, ее поддерживают, помогаем, мы ее научили. Но так как они подготовлены, она знает основную работу и она делает все, что надо. Также провести лето с пользой решили еще шесть учащихся медколледжа. Все они подрабатывают в разных отделениях роддома. Всего же в организациях города сегодня трудится более 300 парней и девушек. Созданы производственные, медицинские, сервисные, экологические и сельскохозяйственные бригады. Их пополнили учащиеся Бабруйских колледжей. Был отряд, работал на вторых европейских играх. Работали они на заправочных станциях Бабруйского района. Оказывали помощь при увеличении потока гостей и туристов. Для бойцов студенческих отрядов существует такое материальное поощрение. У них не отчисляется подоходный налог. Поэтому получают они, пусть не намного, но больше по сравнению с обычными работниками. А у леса технического колледжа вот уже на протяжении 10 лет собственный студенческий отряд. Во время каникул парни и девушки заботятся о своем же комфорте в новом учебном году. Красят парты, полы, коридоры, фасады и забор по периметру. За каждый час у старательных маляров фиксированная плата. Все зависит от нагрузки и возраста. 17-летняя Катя Кушевич трудится все 7 часов. Для нее, говорит, работенка не пыльная. Ведь цену, заработанным деньгам, она знает уже с 14 лет. Вообще, в принципе, мне нравится красить. Это как-то расслабляет. Что-то мучиться, мажешь и мажешь. Ну, как бы... Ну, тут, конечно, да, есть свои нюансы. Не вымазать никуда-то, не туда пойти, там еще что-то. Ну, это уже так, привычное дело потом. Финансирование работы в летний период в лесотехническом колледже берет на себя центр занятости. В 2019-м на это выделено 5000 рублей. 50% идет на закупку материала, красок, кисточек и перчаток. Остальная часть – оплата труда. И если в прошлом году желающих потрудиться было 15, то в этом уже 23. Каждый год у нас имеется строит ряд. Строит ряд каждый год увеличивается. Количественно и качественно, естественно, потому что выделяется больше денег. Естественно, есть возможность набрать больше детей и занять их в летний период. Для 18-летнего Вани Кулик эта подработка тоже не первая. Каждый год на каникулах учащийся уже четвертого курса ставит цель и собирает на ее реализацию деньги. Этим летом парень планирует покупку бюджетного автомобиля. А пока в процессе сдают на права. После подработки здесь пойдет на фондок. Там же пройдет и производственную практику. Работаем мы пятый день. Работа несложная, ну и нелегкая. Сделали уже много работы вообще. Забор покрасили весь. Вход, цоколь колледжа. Сейчас вот трибуны красим. Так, работа несложная. Нравится. Кстати, качество работы студотряда отмечает и администрация колледжа. Говорят, ребята работают наравне с квалифицированными специалистами. Сразу видно, делают для себя. Оценить косметический ремонт в учреждении образования уже через 42 дня смогут и остальные учащиеся, которые вернутся с каникул. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели. В Греции землетрясение спровоцировало серию авторшоков. Почти 5 миллиардов долларов потеряет Боинг из-за проблем с самолетами 737 Макс и жажды мести. Поджог в японской аниме-студии. Мужчина устроил закражу его идеи. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. В Средиземноморье заявлено, что судно под панамским флагом ввезло иранскую нефть в Сирию в обход европейских санкций. В Тегеране это отрицают и после задержания объявили, что не оставят такие действия без ответа. В Великобритании одобрили поправку к закону, который запрещает Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, следующий премьер-министр королевства лишается свободы действий в этом вопросе. Власти считают, что жесткий Brexit может пробить в госбюджете дыру в 30 миллиардов фунтов стерлингов и грозит Туманному Альбиону снижением экономики. Задержанный преступник рассказал о мотивах поджога аниме-студии в Японии. Мужчина заявил, что у него украли идею. О чем именно идет речь не уточняется. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Напомню, пожар произошел 18 июня. 41-летний мужчина проник внутрь здания с двумя канистрами бензина, после чего устроил поджог. Жертвами трагедии стали 33 человека. Еще, по крайней мере, 30 получили ожоги различной степени тяжести. Землетрясение в Греции магнитудой 5,2 спровоцировало серию авторшоков. Все это вызвало панику среди туристов и местных жителей. Они спешно покидали здание. Эпицентр Толчков находился в 23 километрах от греческой столицы Афин на глубине 5 километров. По словам очевидцев, во многих офисных зданиях появились трещины. Началась эвакуация сотрудников. Со стен падали предметы. В некоторых районах города пропала телефонная связь, электричество и интернет. Почти 5 миллиардов долларов потеряет Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max. Большая часть суммы уйдет на выплату компенсации заказчикам за срыв графика поставок этих авиалайнеров, сообщает руководство американской компании. Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после двух авиакатастроф. Первая, жертвами которой стали 157 человек, произошла в марте в Эфиопии. В Индонезии в октябре разбилось воздушное судно той же модели. Погибли 189 человек. В пятницу в Шереметьево при взлете Boeing 737 рейса Москва-Ереван на борту произошло задымление. Восемь пассажиров пострадали при эвакуации по надувному трапу. Двое госпитализированы. В китайской провинции Гуйчжоу открыли 220-метровый стеклянный мост, на котором благодаря 5D-технологиям складывается впечатление, что под ногами трещит стекло. Все это на высоте примерно 27-метрового небоскреба. Кроме этого, туристы смогут наблюдать за виртуальными рыбами и цветами под ногами. По подвешенному мосту могут одновременно прогуляться 400 человек. Всего в Китае построили около 10 подобных конструкций. В начале апреля новость о найденном в Бобруйске шлеме взбудоражила историков, и общественность находка оказалась редкой не только для Беларуси, но и для всего мира. И по утверждению специалистов, он представляет собой настоящую историческую реликвию. Сейчас артефакт в Минске на реставрации. Его очищают, чтобы исследовать поверхность и точно определить время изготовления и уберечь металл от разрушения. И вот совсем недавно очередная сенсация. В руки историков попал еще один артефакт – боевой топор. Чем уникальна находка, какую ценность она представляет, а главное, какие еще тайны находятся в земле города на Березине, выяснил Максим Кембель. Боевое, а может даже парадное орудие воина знатного рода. По предположениям ученых, очередная бобруйская находка относится к 10-11 веку. Это топор, нашли на берегу Березины. На таком оружии зачастую могли быть выбиты индивидуальные знаки, символы, а корпус мог покрываться по золотой. Был найден еще один боевой топор конца 10-го, начала 11-го века, который находится в комплексе ранних находок. Это знаменитого шлема, топора и наконечников стрел. Дело в том, что нашел его бобруйчанин. Нашел его не сейчас, а определенное время назад. Но увидев в СМИ, в частности на нашем телеканале «Бобруйский»-160, вот всю уникальность находки, решил сдать его в музей. Такой вот комплекс и такое количество именно статусных индивидуальных находок для Беларуси в принципе является уникальным, потому что такого не было довольно давно, если и было вообще в истории Беларуси. Вместе с топором обнаружили наконечник стрелы и то копья. Совсем скоро эти предметы отправятся на металлообработку и реставрацию. Но уже сегодня белорусский историк и депутат Игорь Марзалюк с уверенностью утверждает. Мы имеем комплекс дружинного сброения. Хочу сказать, что у меня 30 полевых сезонов, я в археологии не первый день. Такой концентрации, таких находок, что называется, на одном месте, в Беларуси не было никогда. Характер находок, их высокая статусность, позволяю сказать меркование, об наявности тут достаточно важного пункта в Мацаванах. Бобруйск всегда был дэро-инкогнито для историков. С первого взгляда ничем не примечательный город в этом году преподнес сразу несколько сенсационных находок, способных перевернуть наше представление о прошлом. Найденный весной княжеский шлем, которому больше тысячи лет сейчас на реставрации. Им занимается один из лучших белорусских специалистов Василий Пчельников. Мастер старается придать артефакту оригинальный вид. Сначала он лежал некоторое время в воде, для того, чтобы ушли с него все вот эти вот хлориды, соли. Из-за того, что он долгое время находился в воде, это позволило все-таки сохраниться. Вот эти вот вмятины, которые, ну, возможно, что-то были еще получены в то время. Находкой уже заинтересовались многие историки. Артефакт воодушевил даже Александр Лукашенко. Совершенно недавно в городе Бобруйске, в земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти. Скорее всего, мы нашли шлем Езеслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим. На ежегодном послании президента белорусскому народу и национальному собранию Игорь Марзалюк предложил белорусскому лидеру вести новый праздник – День национальной государственности. Вопрос очень актуальный и интересный, особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что Беларусь, что наши земли белорусские – это древнейшие земли. И государственность к нам приходила и уходила много раз. И мы создавали государственные нормативно-правовые акты. Ну, вот в этом регионе первыми точно. И книжки печатали и так далее. И герои у нас есть, настоящие белорусские. Это правильно. Это тренд уже такой существует. Это крен в нашей политике верный. Не в упрек кому-то, не в укор кому-то. Мы это будем делать. В этом плане подумаем и над вашим вопросом. Именно наш шлем сохранился практически в первозданном виде. Внешний облик указывает на индивидуальность вооружения. И выполнен он, скорее всего, скандинавскими мастерами. Ну, уже сам по себе шлем однозначно. И он индивидуальная знаходка. И такую речь себе можно дозволить только вельми-вельми богатый человек. Как правило, это так званые золотистые шлемы. У них были керавники дружин. Как правило, это были князи. После реставрации нашумевшая на всю Беларусь находка вернется, как говорится, на родину. И займет свое почетное место в Краеведческом музее. И это еще, уверяют археологи, только начало. Найденные исторические предметы – настоящий подарок для белорусских ученых. Специалисты утверждают, что территорию Березины нужно изучать досконально. Ведь река может скрывать множество уникальных артефактов, которые представляют собой настоящую ценность. Но это уже совсем другая история. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Искусство как мир самовыражения – таков девиз нынешнего международного пленера по керамике «Арджижель». В эти дни он проходит под Бобруйском на базе отдыха в Вербке. В форуме принимают участие более 20 мастеров из Беларуси, России, Болгарии, Молдовы, Турции и Литвы. Впервые к нам приехали гости из Бразилии и Египта. На протяжении трех недель в полевых условиях керамисты будут отрабатывать традиционные технологии обвара, дымления и проводить эксперименты с шамотной глиной. Завершится пленер итоговой выставкой, которая откроется в Бобруйском художественном музее 7 августа. Пленер стартовал буквально на днях, но работа здесь уже кипит полным ходом. Обосновавшись по приезду на базе отдыха в Вербке, участники получили задание и, долго не раздумывая, стали воплощать идеи в шамотной глине. Сама обстановка, где проходит «Арджижель», располагает к творчеству. Керамисты работают под открытым небом на живописном берегу Березины. И это дает им уникальную возможность прикоснуться к истокам гончарного искусства. Тема, конечно, связана с флорой и фауной Беларуси, как правило. Это кинокерунок на традиции. Ну, не то, что традиции, но, скажем так, на той осяроди, куда ты трапил. Ну, и это достаточно интересно, потому что, например, приезжают мастаки из других, например, из Бразилии, из Египта. Это достаточно интересно, как они трансформуют эту информацию, побываясь на Беларуси, как нужны все белорусские леса, и какую, как бы, працу они сделают. Молодой мастер Дарья Берник из Братской России приехала на «Арджижель» впервые. Девушка преподает керамику в образовательном центре Сочи. Поучаствовать здесь признается для нее важный и полезный опыт. На пленэре она решила создать фигуры знаменитых героев русских былин. Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Задумок на самом деле очень много, но в данном случае пока вот у меня вдохновение на богатырей, для богатырей. Ну, пока глина еще влажная, я сейчас декорирую. Но здесь вот, если приглядеться, есть такие вот штучки, надо, чтобы подсохло, а потом уже их можно спокойно убрать. По соседству с Дарьей семейная пара из Болгарии. Супруги тоже приехали на форум в первый раз. Маргарита Иванова хоть и живет за рубежом, но отлично владеет русским. Женщина занимается керамикой почти 30 лет и участвовала во многих подобных пленэрах. Но здесь, в Синеокой, на лоне природы отмечает. Творить по-особенному благодатно. Обстановка располагает. Мастерица задумала создать монастырь в Глине. А что из этого выйдет, пока, конечно, интрига. Я не раз слышала про это в пленэре. И мне было интересно приехать сюда. С одной стороны, познакомиться с друзьями, с коллегами. С другой стороны, выпечки тут, обжоги разные, интересные. И, конечно, всегда можно кое-что новое научить. Супруг Маргариты с редким именем спас по профессии скульптор-монументалист. Привык работать с бронзой и камнем. А здесь решил попробовать себя в качестве керамиста. Впрочем, с глиной он имеет дело постоянно. Ведь этот материал – основа основ. Очень хорошая атмосфера. Очень хорошие люди. Я за это очень рад, что можно познакомиться с этими людьми. Хорошо встретиться и разные идеи увидишь. После лепки мастера будут заниматься сушкой, глазуровкой, обжигом и обваром изделий. Причем процесс этот здесь непрерывный. Что касается технологии обработки огнем, то происходит это в трех специальных печах. Температура обжига больше тысячи градусов. Хотя в этом году организаторы придумали новинку и собираются поэкспериментировать с жаром. Построили новую печь. Разобрали старую, построили новую. Эта печь будет у нас рассчитана где-то на 1250-300 градусов. В ней будет делаться соляной обжиг. Вроде бы пробовали на нашем же планере, но тогда был опыт менее удачный, потому что печка была не рассчитана на высокие температуры. Сейчас же мы попробуем сделать для нас такую фишку новую. В конце пленеры состоится огненное шоу. Магия обжига центральной скульптуры по традиции пройдет ночью. А после будет дан старт итоговой выставки, на которой можно будет полюбоваться произведениями искусства, созданных руками настоящих профессионалов. Людмила Любимцева, Максим Галенко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу. Ровно в 7 вечера. Хороших выходных.